Удары беспилотниками по Москва-Сити. Вы с какими эмоциями прочитали эти новости? Ну, естественно, с положительными. Я каждый раз вспоминаю то обещание, которое господин Бёрнс, директор ЦРУ, торжественно дал господину Путину 5 ноября 2021 года. Мы об этом догадывались, но узнали о сенсационной статье Ньюс Вика от 6 июля, о так называемых секретных переговорах Бёрнса с Нарышкиным, и затем он расстроился даже телефонного разговора с Путиным. Вот каждый раз, даже перед нашей сегодняшней передачей, я снова посмотрел на эту статью, потому что каждый раз сразу вопрос, может это мне привиделось, может это не так? Нет, черными буковками на белом фоне написано. И эта статья не разоблачительная, эта статья как бы хвалебная, какое замечательное соглашение заключил Бёрнс. Ну мы же видим, что в течение всех 600 дней войны американцы все время, по крайней мере часть американской администрации пытаются навязать вот это ограничение украинской стороне, ни в коем случае не бить по российской территории. Но эти удары становятся все более последствиями. Вот впечатляет как раз, что два раза в одно и то же место попали. Это показывает уязвимость абсолютную российскую и в общем то, что пока эти удары носят символический психологический характер. Это просто демонстрация наших возможностей. То есть цель как раз состоит в том, чтобы показать ребятам все еще впереди? Ну естественно не это жалкое министерство цифры. Важнейшая цель, которую нужно уничтожить в Москве, там есть гораздо более примечательных объектов для уничтожения и с точки зрения чисто военной, политической, психологической. Андрей Андреевич, дело в том, что сначала вот вчера, например, господин Ермак, глава офиса президента Украины, а вот к вечеру вчерашнего дня уже и в Госдепартаменте Соединенных Штатов, по сути подтвердили консультации по гарантиям безопасности для Украины. И вот мы все гадаем, что это могут быть за гарантии. То есть понятное дело, что аналога пятой статьи НАТО не будет. То есть никто за Украину воевать не будет. Но между тем, что там может быть из того, что мы не получаем сейчас? Да, условно разведданные, условно оружие, условно деньги. То есть чего там может такого там не быть, что мы сейчас уже получаем? Как промежуточный этап до момента вступления нашей страны в НАТО. Ну, об этом шло-шло к обсуждению на саммите в Виннисе-НАТО. Ну и, по-моему, украинские делегации удовольствия достигнуть на тот день четкого понимания, что имеется в виду, ну, грубо говоря, вот этот статус, который Соединенные Штаты дали Израилу. Главный наш союзник не член НАТО. Не член НАТО этим подчеркивается как раз вот то важное обстоятельство, которое вы с вами подчеркнули, что никто сражаться за Украину, умирать вместе с украинскими воинами, защищая тот же Запад, не собирается. Но и Соединенные Штаты не взяли таких обязательств по отношению к Израилю, но они взяли обязательства последовательного систематической поставки самого высокотехнологического вооружения по стандартам НАТО, чтобы Израиль сам своими силами мог обеспечить свою безопасность. В принципе, такая ситуация Украина удовлетворила бы. Но меня несколько смущает как раз вот совпадение целого ряда событий. А 5-6-го мы знаем, что в Саудовской Аравии назначена такая созывается встреча, ну, формальное обсуждение плана мира Зеленского. Ну, эта инициатива, конечно, американцев была с самого начала. И Украине это предлагается как попытка подтянуть страны, позицию стран глобального юга к западной позиции. Но у меня возникает вопрос, а не воспользуется ли часть администрации Байдена, а я имею в виду вполне конкретных людей, Бернса и Селливана, которые за эти два года подготовки к войне, и войне ни разу не выдавили из себя слово «победа Украине», в отличие от формы Блинкина и Остина. Об улучшем случае они говорят, там, об улучшении позиций на поле боя, для того, чтобы улучшить свою переговорную позицию с Россией. Не воспользуется, тем более Салиман будет первым человеком там в Соединенных Штатах. Это уже решено, что будет на уровне помощников национальной безопасности продолжения встречи, которая была в прошлом месяце в Копенгагене. Не воспользуется ли вот этим поводом сближения с глобальным югом для размытия, собственно, западной позиции? Потому что западная позиция, смотрите, какое противоречие. Есть официальная позиция, которая артикулируется президентом Байденом, которая зафиксирована в трех заявлениях Большой Восьмерки по Украине. Первое было, я не случайно называю Большой Восьмеркой, все эти заявления были выработаны с участием президента Зеленского. Это 14 октября, 14 декабря и последняя Большая Семерка заявления в Виннесе. Там четко сформулированы четыре условия плана Зеленского, которые тем самым становятся не планом Зеленского, а планом Большой Восьмерки. Полный вывод оккупационных войск, да, вот гарантия безопасности на послевоенный период, восстановление Украины в том числе за счет репараций на государство-агресса и наказания военных преступников. Это официальная позиция, все ее подтверждают. Но мы же видим, что весь американский вот этот политический бомонт говорит совершенно о другом. Мы читаем массу статей во всех, в Washington Post, New York Times, политика и так далее, что вот, да, мы, конечно, поддержим Украину, но вряд ли они смогут победить русских. Наступление развивается недостаточно успешно. Не стоит ли подумать о плане мира, об остановке конфликта и так далее. Вот этот разрыв достаточно напрягает. Тем более вскрылась в последнее время информация не только уже, теперь мы точно знаем, о чем Берс договаривался с Путиным в ноябре 2021 года, но текущая информация, так называемый second track diplomacy, вот это старый трюк такой чекистский, организовывать second track diplomacy, как бы официальные переговорщики российско-американские не могут достичь успеха, создаются неформальные группы с российской и американской стороны. Эти неформальные группы где-то в таких живописных местах встречаются, обсуждают и предлагают какие-то решения. Как создаются эти неформальные группы? Обычно ее возглавляют на высшем, на вершине американского политического бомонда есть 2-3 человека, ну 100% агенты влияния России, ну самый из них известный, сейчас о нем пойдет речь, это Томас Грэхам. И вот такая встреча была в 2014 году на финском монастыре Бойста, делегацию независимых экспертов Америки возглавлял, ну абсолютно российский агент влияния Том Грэм, а делегацию российских экспертов независимых возлагал одну минуточку экс-директор службы внешней разведки генерал Трубников. И там они выработали по существу ту концепцию, которая потом легла в основу Минских соглашений, вот этой по-любимому выражению главного удавки, с которой мы никогда не будем Зеленскому соскочить. Сейчас эта история повторяется, снова Грэм возглавил такую группу, и встреча этой группы, это все информация, которая буквально в последние дни вываливается в Вашингтоне и становится просто скандальной. Встреча этой группы началась 24 апреля, когда Лавров председательство в Нью-Йорке на заседании Сайта безопасности, мы это помним, позорный день для ООН, с ним встречался Грэм, а как эти группы создаются? Ну во главе групп ставится вот стопроцентный российский агент, и тот подбирает себе достаточно количества таких полезных буржуазных идиотов, которые придерживаются примерно таких же взглядов Путин-Ферштейн, но формально с Москвой не связаны. Вот он взял два таких очень влиятельных идиота, Ричард Хаус, председатель комитета по иностранным делам, и некий господин Кучман, а они перед этим, за два дня до этого, они пропагали статью «Западу нужна новая стратегия Украины», ну с теми же концепциями, что необходимо учитывать разобоченность России и так далее. Три часа они беседовали с Лавровым, а после этого, а после этого Грэм встретился с помощником президента национальной безопасности Селливаном, которому он доложил об этой встрече, а после этого он поехал в Москву, и там они вели переговоры. Вот я просто займу, наверное, одну-две минуты, чтобы... Да, прошу вас, пожалуйста. ...пожалуйста, я прочту сенсационную статью была в «Москва Таймс», в которой удалось побеседовать с этим Грэмом, видимо, в закрытом режиме, а потом мы провели эту беседу, в которой он ясно говорил, чем они занимались на этих приговорах. Вы слушайте, это уже не мои слова, это слова господина Грэма. Мы дали ясно понять нашим русским собеседникам, что готовы конструктивно обсуждать российские озабоченности в сфере безопасности. Точка. Соединенным Штатам нужна сильная Россия, обеспечивающая стабильность вдоль всей своей периферии. Мы понимаем, что полная победа над Россией в Европе ослабила бы наши позиции в других регионах мира. Российская мощь, Russian power, не обязательно такая уж плохая вещь. Мы согласились, что шанс украинцев, мы согласились, что шанс украинцев вернуть все свои территории ничтожно малы. Что касается Крыма, если русские почувствуют, что они могут его потерять, то они почти наверняка прибегнут к использованию ядерного оружия. Ну, там дальше, что в четырех регионах надо провести референдумы, чтобы люди подтвердили, что они хотят действительно остаться в состаре. Вот это позиции на этих переговорах человека, которого поехал туда сведомо господина Селивана. А Селиван никогда не сказал, надо отдать ему должное, он был честен в своей позиции. Я же сказал, он никогда не говорил слова победы украины. Он говорил, с самого начала выдвинул формулу не поражение Украине. Ну, послушайте, на деле это означало не поражение России. Ну, и в осуществлении этой формулы мы же видели, как каждый этап новых поставок вооружения сопровождался громадной внутренней борьбой в американской администрации. Селиван и Берн все время хотели затормозить, и решающая помощь всегда опаздывала на полгода. Представляете, ну, сейчас уже как бы сняты политические барьеры, принято политическое решение о передаче F-16. Представляете, если бы сейчас было F-16 стандартный самолет в странах НАТО их 6 тысяч экземпляров. Если бы сейчас в Украине было 200 самолетов, война бы закончилась просто в Москве бы она закончилась там просто приняли бы соответствующие решения. Вот, и у меня очень серьезное подозрение возникает, что вся вот эта тройная операция, вот эти переговоры с Ведома Селиваном, этот текст чудовищный, который я вам прочел, но в нем, надо сказать, ничего нового нет по сравнению с той позицией, которую Селиван открыто отстаивает полгода. Не поражение Украины, значит, не поражение России, вот так называемая почетная ничья, вот, и безусловно, ну вот как придумано, мы собираемся в Саудовской, Аравии, чтобы подтянуть позицию глобального юга к западной позиции, но чтобы подтянуть позицию, надо на какие-то шаги пойти навстречу глобальному югу, а глобальный юг, он пока так активно выступает за, ну вот, за то же самое почетную ничью, за которую выступают и все там папы франциски, маски, гейтсы, африканские вожди и так далее, вот, и меня, вот важнейшие переговоры, на которые сейчас Ермак едет в Вашингтон, мне кажется, что американцы как раз, ну вот, я не буду говорить американцы, буду говорить, там две группы есть, мы это знаем, группа Селивана и Бернса затеяла разговор о гарантиях вот сейчас, накануне этой встречи, для того, чтобы, мне так представляется, успокоив какими-то формальными гарантиями Россию, Украину подтолкнуть ее вот к этому размытию американской позиции под благородным предлогом объединиться с глобальным югом. Это негативная часть истории. Позитивная на мой взгляд состоит в том, не на мой взгляд, я просто анализирую обстановку здесь в Вашингтоне, что это позиция части администрации, позиция Блинкина и его страна другая, кроме того, сейчас в Конгрессе сформировалось такое двухпартийное проукраинское большинство, которое периодически не только критикует, принимает резолюции и по этаксам, и по самолетам, и те же кассетные боеприпасы администрации предоставила под давлением этого же большинства. Открыто вот так предать Украину эта группа не сможет. Она сможет это сделать только одним способом. Каким-то способом уговорить Украину. Вот этого смягчения можно добиться только уговорив каким-то путем Украину. ситуация такая, что если Украина будет твердо придерживаться своей бескомпромиссной позиции, им это не удастся. Но вот такое стремление у этой группы для меня очевидно. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, насколько большое влияние оказывает вот эта группа Селивана Бернса на Байдена, на человека, который принимает решение? А мы видим это двагой, это перетягивание каната, что в конце концов проукраинская группа добивается поставки, ну, последовательно и Гаубец, и Танков, и Петриот, но всегда с запозданием, то есть эта группа достаточно эффективна. Ну, вот Байден в какой-то степени вынужден считаться с обеими группами в своем окружении. И вот в чем еще важная характериция этой группы, она берет на себя все время громадную инициативу. Ну, Берзе, вот недавний его визит в Киев, между прочим, вы же помните, как он сопровождался в середине месяца прошлого? Сначала, нет, июня даже, сначала были статьи в Ошненпост, что вот украинцы придумали какой-то новый план мира. Вот как только они подойдут близко Крыму на расстояние артиллерийского, возможности артиллерийских ударов, они предложат русским какой-то новый план, обсудить и так далее. И вот они хотели бы обсудить с нами этот план, и для этого Берзе едет в Киев. Но в Весе ничего подобного не было, это потом опровергала украинская сторона, в том числе и президент Зеленский вынужден был опровергать, он говорил, что если только даже когда только одна деревенька останется в руках русских, мы все равно будем продолжать сражаться за полное изгнание оккупантов с нашей территории. Это Бернс приехал с этим планом. И вот что-то подобное происходит сейчас. Мое прочтение американской ситуации такое. Да, эта группа обладает определенным влиянием, но общая атмосфера общественного мнения, позиции стеблишмента республиканской партии, позиции республиканцев конгрессии не позволят ей достигнуть своих целей. Они могут достигнуть ее только в одном случае, с каким-то образом они убедят украинцев согласиться на смягчение плана Зеленского в своих основных пунктов и прежде всего в пункте полного вывода окрупционных войск. Это же требование записано еще раз повторю во всех официальных документах Большой Семерки. Ну вот ближайшая неделя будет очень интересной. Я абсолютно не сомневаюсь, что они предпримут именно такие попытки. Ну, такой пример. Нам нужно перетянуть на нашу сторону глобальный юг. Вот давайте смягчим нашу позицию здесь. Но твердого украинского нет. Будет достаточно для того, чтобы это не прошло. И позиция Украины была поддержана большинством общественных мнений, Конгресса Соединенных Штатов и других наших союзников. Андрей Андреевич, а вот весьма любопытно выглядит история с представителями Китая в рамках этого саммита предстоящего. Как вы считаете, удастся ли привлечь китайскую сторону к обсуждению того, что будет предметом собственно обсуждения на этом саммите? И повлияет ли это по большому счету на что-то? То есть мы понимаем, что у Китая есть свои задачи, свои цели, у них есть своя политика, и мы понимаем, что входит в сферу интересов Китая вот здесь, в рамках этой войны. Но все же, есть ли смысл с ними напрямую это обсуждать? Или нет? Ну, насколько мне известно, там все меняется каждый день, если больший день китайцы не едут на эту встречу. Я думаю, что у китайцев своя большая игра, сложная, ее можно подробно отдельно разбирать. Я думаю, что китайцы увидели, что в общем здесь вот цель американская именно такая. прямым давлением нельзя ни в коем случае заставить украинцев смягчить свою позицию. Вот эта группа Путин-Ферштейн и непоражение Украины, она изобрела такой способ косвенного давления на Украину. Вот надо смягчить позицию, тогда на нашей стороне будет глобальный юг. Вот примерно так. Субтитры создавал DimaTorzok